Ребят, всем привет, с вами как всегда JumboMax и в этом видео я вам расскажу про 3 месяца использования PlayStation 5. Расскажу каковы ощущения, расскажу о проблемах, ну а также расскажу каково это иметь PlayStation 5, когда у тебя уже есть консоль 9 поколения. Короче, видос смотрите до конца, он будет интересный. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также подписывайся на наш телеграм-канал, где найдешь кучу всяких новостей про Xbox, ну а также розыгрыш игры Dirt 5. Если что, все ссылочки как всегда оставлю в закрепленном комментарии и давайте начнем. Начну с того, что плойка 5 у нас братом ровно как 3 месяца. Нам удалось ее забрать не так далеко от даты релиза, но все равно была маленькая задержка, которая заставила нас подождать и немножко поволноваться, поскольку многие предзаказанную консоль получили намного позже. Несмотря на все это, данная игровая консоль нам подарила наверное больше впечатлений новизны, чем тот же Xbox, поскольку для нас это было реально нечто новое. Но я думаю, что вы прекрасно понимаете, что новый Xbox принес меньше нововведений в 9 поколение, чем та же плойка. Ибо у того же Xbox по сути осталось все прежним, что было на Xbox One, но его немножко улучшили, там геймпад, систему и так далее. Плойка в этом поколении пошла немножко по другому пути, она сделала новый геймпад, который дарит новые эмоции при помощи своей новой вибрации и адаптивных курков, сделала новую систему и большое спасибо им за то, что она ко старту консоли успела выкатить хоть какие-то эксклюзивы. Да, я понимаю, что один эксклюзив это дополнение, а другое переиздание, но все равно им спасибо. Что касаемо инновационного геймпада, могу сказать, что я к нему привык. Не могу сказать, что он как-то удобнее Хуановского, потому что расположение сиков мне больше нравится от Xbox, но каких-то явных минусов я в нем не нашел. Реально хороший геймпад, который дарит новые эмоции. Кстати, очень нравится, что он тихий, как бы ты его нажимал, он работает очень тихо, то есть его практически не слышно. Да, для многих это может быть капля в море, но на мой взгляд, Xbox реально очень шумный по сравнению с PlayStation, я не знаю, почему майки до сих пор не могут решить эту проблему и как-то снизить вот этот шум. Он реально очень громкий по сравнению с PlayStation 5, опять же, это капля в море, но все-таки такой вот мини-минус все-таки здесь есть. Что касаемо инноваций геймпада, то их было прикольно ощущать при включении той или иной игры. Типа включил паука, тебя пощекотали вот здесь вибрации, вот здесь, там полетал на паутине, у тебя натянулся курок, это ощущается здорово, классно, прикольно, но спустя время ты к этому привыкаешь и такого эффекта вау уже не создается. В любом случае, это очень прикольная тема, я надеюсь, что ее будут продолжать использовать в новых играх и с каждой новой игрой нам будут дарить какие-нибудь новые ощущения при помощи данной вибрации, а также адаптивных курков. Ибо это реально прикольно, инновационно и это плюс к погружению. Единственное, в данном геймпаде мне показался лишний динамик, я по большему счету играю в наушниках и тогда, когда я играю в них, то по сути то, что исходит из динамика, я этого не слышу, типа нафига он нужен. Но когда ты играешь на телеке, звук исходит из динамиков, то этот динамик это плюс к погружению, то есть как бы прикольно, но особой какой-то важности в этой фиче я не особо увидел. Кстати, насчет аккумуляторов, я не знаю как у вас, но мне показалось, что аккумулятор разряжался прилично быстро. Не могу сказать сколько часов он держит, но когда я играл с братом, я удивлялся, почему так быстро разряжается, типа блин, я его только недавно подзарядил, уже опять заряжать? Как так? Опять же, проблемы здесь особо нет, поскольку ты вставил USB, подзаряжаешь аккумулятор и играешь, но в любом случае напишите ваш опыт использования контроллера DualSense 5 в комментариях, поскольку может быть у меня просто что-то с аккумулятором. Насчет дизайна и шума, работает она у нас громче, чем Xbox Series X, поскольку в нашей консоли есть какое-то непонятное маленькое жужжание, а вот с габаритами проблем особых нет. Да, она большая, но когда ты находишь под нее место, ты просто ее туда кладешь и по сути забываешь про нее. Сначала она лежала на столе, потом ее перенесли за телевизор, короче, если есть место, по сути у вас проблем не будет. О системе я могу мало что сказать, потому что я в ней не особо копался, плюс у нас плойка стоит по большему счету без интернета, но если обобщенно, то работает плавно, без лагов, без каких-либо проблем. Мне она, к сожалению, все еще не привычно, потому что я мало в ней копаюсь, но у плойки есть плюс в том, что у нее больше всяких возможностей, по крайней мере в записи видео. И летсплей можешь записать и голосовой чат, и продолжительное время без какой-либо флешки, и я не понимаю, почему Майке не предоставит такие же возможности для своего Xbox. Я ранее уже сказал, что я мало копался в системе, но несмотря на это, пару дней назад я столкнулся с кое-какой проблемой. Если что, напомню, что плойка стоит в комнате моего брата, там плохо ловит интернет, и, соответственно, мы там ничего не обновляем, ну, дабы все не сбилось и так далее. В итоге, пару дней назад мы решили на плойку докачать все нужные нам игры, по типу Last of Us 2 и тому подобное, и в итоге у нас PlayStation просто отказалась обновляться. Да. Короче, я решил ее спустя долгое время зайти в плойку, долго ее не обновлял, сейчас пытаюсь. Обновить, и в итоге какая-то выходит параша, которую я просто не могу убрать. Перезагрузка консоли, перезагрузка роутера, короче, все вот такие типичные советы, они нам не помогли. Единственное, что помогло, так это обновить консоль при помощи флешки. Пришлось найти флешку, скачать туда обновление, которое весит Geeks, создать две папки, чтобы плойка это увидела, и только тогда обновить консоль. Да, я понимаю, что это довольно-таки просто, но на Иксбоксе таких проблем нет. Если ты пропускаешь обновление, то он просто его загружает, и все, плойка же начинает пудрить мозги. Короче, мне показалось это немножко геморрным. Кстати, если что, мои подписчики в Инстаграме об этом уже знали, поэтому если вы тоже хотите в курсе быть таких событий, что вообще со мной происходит, то подписывайтесь на Инстаграм. Буду ждать. Также минус был найден в том, что плойка 5 не поддерживает 2К разрешение. Я не знаю почему, но Sony, оказывается, официально отказались от этой фичи, и для тех, у кого Monique 2К, к сожалению, это будет реальный минус, потому что вы там 2К не увидите. Либо 1080p, либо 4К. Все. Плюс, не знаю как вам, но нам с братом до сих пор как-то страшно отключать PlayStation 5 как-то неправильно. Ибо от нее всегда есть какие-то предупреждения. Когда включаешь, когда выключаешь, как правильно, неправильно, когда вырубят свет, там будет предупреждение, надпись о том, что мы там восстанавливаем. Ваши файлы. Короче, та же тема была и на плойке 4, но лично для нас это непривычно, и каждый раз как-то вот ее страхово выключать как-то неправильно. Если проводить сравнение с Xbox, то там вообще никаких проблем, там включаешь, выключаешь, вообще пофиг, никаких предупреждений, просто выключается и включается. Все. Как бы очень просто. А тут именно какие-то предупреждения, там типа осторожно, она должна там полностью потухнуть, только тогда ты можешь его вырубить. Короче, вот как-то так. Ну а теперь самое интересное. Несмотря на все плюсы, эксклюзивы, которые мне нравятся, не все, но нравятся, на отсутствие каких-то глобальных минусов, я ее включал лишь при первом запуске, ради теста каких-то игр, ради ознакомления с системой и ради прохождения Человека-паука. Все. Остальное время она тупо пылилась или на ней играл брат. И то брат на ней играл не так много, поскольку за все это время он прошел лишь Last of Us 1 и наполовину Days Gone. Все. Остальное время, а это время было продолжительное, она просто пылилась у нас. Реально. Обращаю внимание, что я не говорю, что консоль плохая, она наоборот клевая, но мне, как обладателю Xbox, она по факту не нужна. И иметь сразу две консоли, я считаю, немножко бессмысленным. Просто у меня все игры на Xbox и, соответственно, в мультиплатформу и в какие-то другие игры я играю на Xbox, поскольку мне так дешевле и удобнее. Опять же, если бы у меня изначально библиотека игр была бы на PlayStation, то я, наверное, бы и оставался на PlayStation, но, увы, здесь немножко другая история. Единственный смысл иметь для нас PlayStation 5 с братом, так это эксклюзивы. И все. То есть те игры, в которые мы не сможем поиграть на Xbox. Паук, Анчарт, Отбух Войны и прочие игры, это реальный плюс плойки и это то, что будет заставлять многих игроков покупать именно ее. Да, многим, наверное, эти игры и не нужны, но, на мой взгляд, Xbox реально не хватает таких AAA проектов, таких приключений в таком качестве. И тут, знаете, если решать, что брать, то если вы хотите играть в Паука, то вы однозначно должны брать Sony, потому что, кроме как на PlayStation, вы нигде в него не поиграете. Вот как-то так. Да, последние новости про слив экзов на ПК намекают, что можно будет поиграть в такие игры не только на консоли, но, мне кажется, такие игры, которые уходят на ПК, это лишь подготовка аудитории ко вторым частям серии. Сначала сливает на ПК первую часть, потом выпускает вторую только на плойку. И если вы вдруг не поняли, к чему я это говорю, если что, Days Gone выпустят на ПК. Тут еще, знаете, поднимается та проблема, которую я описывал несколько лет назад. На данный момент очень сложно пересесть на какую-то другую платформу, поскольку у многих чаще всего все на одной. То есть и друзья, и коллекции игры, и тогда, когда вы меняете консоль на другую, то, получается, вы начинаете с нуля. Да, чтобы переход на другую консоль стал легче, у консоли есть предложение в виде подписок. Кстати, Sony тут тоже молодцы, что теперь в PlayStation Plus вам дается несколько эксклюзивных игр. Ну как, несколько, где-то, по-моему, около 30 штук. И это, как бы, прикольное предложение для новичков. Но тем, кто играл в игры PlayStation 4, по сути, список данный бессмысленный. Он, опять же, ориентирован только для новичков. Ибо в этой подписке, лично для себя, я нашел интересность только в Days Gone и остальные игры, в которые я хотел уже поиграть на PlayStation 4, я в них уже давным-давно поиграл. Это, как бы, для меня список оказался немножко бессмысленный, хоть от него и многие прям ахуют. Альтернативы подписке Game Pass данное предложение я даже не рассматриваю, поскольку список игр остается все прежний и он не обновляется, как в той же подписке Game Pass. Если задаваться вопросом, а что же лучше, там, PlayStation 5 или Xbox, то хочу сказать, что это две аналогичные консоли с разными системами, но с одной и той же мультиплатформой. Единственное, что их по большему счету отличает, так это эксклюзивы. Если вдруг кто-то под этим видосом напишет, что на Xbox нет эксклюзивов, бла-бла-бла, то, ребят, не пытайтесь, это слабый байт, короче, здесь вас посчитают тупо за дырочков и это реально не актуально. Консоли мы берем ради игр и всегда советую смотреть именно на них. Единственное, на данный момент многим игрокам будет выгоднее брать Xbox, поскольку, опять же, есть приложение в виде геймпасса, где у вас будет изначально много игр. Да, на блоке есть, ну, типа такого предложения, но, опять же, там практически все игры вы будете покупать отдельно. Если делать вывод о PlayStation 5, то хочу сказать, что это качественная и хорошая консоль, которая брала, до сих пор берет и будет брать пользователей своими эксклюзивными предложениями. Ибо, кроме как на PlayStation, в некоторые игры вы просто нигде не поиграете, ну, по крайней мере, на данный момент. В любом случае, это реально сильный байт на покупку. Мы же с братом решили, что мы оставим плойку пятую, поскольку на нее по-любому выйдут продолжения всех крупных франшиз по типу God of War, Uncharted до Паука и так далее, и, по сути, ради них она и будет у нас стоять пылиться и ждать своего часа. Как-то так. Это было лишь мое мнение о PlayStation 5. Обязательно пишите свое в комментариях. Если вам видос понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok